Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, за много времени до начала Великого Поста Церковь возвещает нам о нём и зовёт нас вступить в приготовительный период. И если обратить внимание, то к каждому из важных событий церковного годового круга, к Великим Праздникам, Посту, Церковь всегда готовит нас предпразднествами или приготовительными неделями. Это характерная черта православной литургической традиции. Почему? Потому что у Церкви глубокое психологическое прозрение человеческой природы, его внутренней жизни. И зная недостаточную сосредоточенность и ужасное обмерщение нашей жизни, особенно в нынешние времена, Церковь знает нашу неспособность быстро изменяться, перейти от одного духовного переживания к другому. Вот поэтому задолго, за много времени до начала настоящего подвига Поста, Церковь обращает наше внимание на его важность и призывает к размышлениям о его значении. Таким образом, до начала действительного подвига Поста нам объясняется его значение. Это приготовление продолжается в течение пяти недель, которые предшествуют Посту. И каждое из воскресных евангельских чтений, которые оглашаются за богослужением в храмах, посвящено одной из основных сторон покаяния. И поэтому в сегодняшней и последующих передачах мы будем говорить на темы этих воскресных евангельских чтений. В сегодняшний день возвещение подготовительной недели к Посту говорится о Закхеем и Таре. Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Послушайте. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник Матареи, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все ведето начали рптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Имя Закхей, значит, праведность, справедливость. И как же несуразно это имя в контексте жизни этого человека. Закхей был старше между мытарями, то есть сборщиками податей. И вот, как говорит блаженный Феофилакт, «А что мытарь – существо низкое, а что между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных». И с какой же горькой насмешкой должно быть люди думали о том, как этот человек назван и как он живет. «Как все люди, которые были ему унижены, обездолены, окрадены, притесняемы, как эти люди, вероятно, произносили его имя, принимая его как оскорбление, как насмешку. Как можно такого человека назвать таким именем? Сделать его знаком таких великих святых вещей, как праведность, справедливость, когда вся жизнь его – глубление над справедливостью, когда вся жизнь его – служение мамоне неправды». Но вот пришел какой-то час, и этот человек, человек, чья жизнь была так уродлива, была в таком противоречии с его именем и в какой-то мере с его глубинным призванием, вдруг оказался лицом к лицу со Спасителем Христом. Без сомнения он слышал, что Иисус – необыкновенный учитель, что Иисус совершает многие чудеса, что Иисус недавно, проходя к Иерихону, даровал зрение слепому. И слава Господа Иисуса возбудила в Закхее сильное желание. Он захотел Иисуса видеть и для этого не побоялся подвергнуться глумлению, насмешкам своих сограждан. Человек, вероятно, пожилой, по-земному достойный, богатый. Этот человек взбирается на дерево, потому что он слишком мал ростом, чтобы через головы других людей увидеть Спасителя. И Христос, проходя мимо, как говорит Евангелие, его видит. И вот подумайте, разве он не видел других людей? Разве не было вокруг толпы? Конечно, было. И, конечно, видел других людей. Но в тот момент Христос заглянул в глубины этого человека. Заглянул и увидел, что не напрасно он назван Закхеем, этим святым именем справедливости, святым прозвищем праведности. Желание видеть Иисуса победило в нем всемелочные расчеты. И сила здравого чувства подняла и приблизила его к высоте небесной истины. И Господь его подозвал к себе. Он поверил самому святому, что в этом человеке было где-то закопано, зарыто. зарыто всей его жизнью, затуманено всем его прошлом. И Господь вошел в его дом. И когда Закхей вгляделся в своего спасителя, то увидел в нем полноту человеческого величия, увидел в нем бесконечную крепость и бесконечное милосердие. Он увидел в нем любовь до креста, жалость и сострадание, и вместе с этим неумолимую правду и праведность. И когда Закхей увидел все это, он вдруг прозрел. Годы и годы недостойной жизни вдруг как пыль разлетелись и остался перед Христом человек, настоящий, подлинный человек, способный на покаяние, способный сказать, что если он чем обидел кого бы то ни было, достаточно этому человеку прийти и потребовать с него исправления неправды. Он четверицу ему возвратит. или если он кого-нибудь унизил или отнял клеветой, он ему все сполна отдаст. Закхей поверил во Христа и поэтому поверил в самого себя, а через это он поверил в человеческое величие. в святость и дивность человеческого призвания. А поверив во все это, он почувствовал, почувствовал, что быть таким, каким он прожил все годы своей жизни, недостойно. И он пожелал вырасти, как говорит сегодняшнее послание апостольское, пожелал вырасти в меру роста Христова, пожелал вырасти встать человека, встать человеческого величия в преломлении к небу. и через свою веру, в основание которой было положено желание увидеть Христа, Закхий действительно стал сыном Авраама. Вот так каждый человек, каждый из нас следует своему желанию. Можно даже сказать, что человек сам есть желание. И, пожалуй, это основная психологическая правда о человеческой природе признается в Евангелии. И мы слышим в Евангелии от Луки 12 главе 34 стих, где сокровище ваше, говорит Христос, там и сердце ваше. И если желание очень сильное, то оно может победить даже природную ограниченность человека. Когда человек страстно чего-нибудь желает, он делает вещи, на которые нормально, будучи нормальным, он не способен. Вот посмотрите, будучи мал ростом, закхей, желая видеть Христа, сам себя возвышает, взбираясь на дерево. Видимо, поэтому единственный вопрос заключается в том, правильно ли желание человека, направлено ли оно к хорошей цели или человек, это бесполезная страсть. Но мы не только видим, но уже и знаем, что желание Закхея правильное, хорошее. Он хочет увидеть Христа, приблизиться к Нему. В Закхее мы видим первый символ раскаяния. И раскаяние начинается с того, что человек вновь сознает глубину своего желания, всякого своего желания, жажда, желания Бога. его справедливости, желания настоящей жизни. Закхей мал ростом, мал, мелок, грешен и ограничен, но его желание превосходит и побеждает все это. Желая, он усилием привлекает внимание Христа, приводит его в свой дом, в беседе обретает веру, которая приводит его к раскаянию, к покаянию. Это был плод благодати Христовой, осенившей Закхея. Закхея. Вот таков первый призыв Церкви. Мы должны желать, желать того настоящего, заложенного в самой глубине нашей души, и мы должны признать жажду Бога, которая несомненно в нас есть, да собственно есть в каждом человеке, сознаем мы это или нет, и которая, если мы отворачиваемся и отвращаем наше желание от нее, превращается в нас действительно в бесполезную страсть. Вдумаемся в этот образ и приступим в эту неделю по-новому, смело и радостно к тому, чтобы, открыв глаза, преодолев духовную слепоту, теперь пожелать единственного на потребу и через это желание стать свободными людьми, не рабами своей слепоты, не рабами своего страха, не рабами любого человека, не рабами того, что нам принадлежит, что мы приобрели, чем мы обладаем и что нами на самом деле обладает. Подумаем об этом и пожелаем стать свободными, свободными в Боге, свободными во Христе. И ступим еще одним шагом дальше к глубинам покаяния, а через покаяние в глубины Царства Божия, в радость полноты жизни, в полноту меры роста Христова. Господь всегда близок к нам и всегда призывает нас ко спасению, подавая просящим благодать Духа Святого. Этой благодатью, даром Святого Духа, поддерживаемой и укрепляемой, начнем с желанием подготовку к благословенному времени сорокадневной весны. Великому Посту. Субтитры Субтитры